Смотрите сегодня в программе. Компания Bethesda Softworks начала серию The Elder Scrolls в 1994 году. X3 Reunion дает нам по-настоящему уникальную возможность построить свою собственную космическую империю. С первых же минут Fable The Lost Chatters заставляет игроков чувствовать себя туристами. Немало шума наделала серия GTA. Дико, антисоциально, чудовищно. Привет, это программа FAC и я ее ведущий Борик. Для тех, кто пропустил нашу первую программу, вкратце поясню в чем ее суть. Есть конкретная игра, вызывающая определенные затруднения. Моя задача разобрать сапш по кирпичикам и дать ответы на поставленные вопросы. Кто ничего не понял, разберетесь по ходу дела. Впереди много чего интересного. Не будем терять время. Начну я с одной из самых ожидаемых игр года The Elder Scrolls IV Oblivion. Тем, кому не хватило моровинда с его бесконечными аддонами, посвящается. Компания Bethesda Softworks начала серию The Elder Scrolls в 1994 году. С тех пор этот мир постоянно мутировал и всячески видоизменялся. И вот, совсем недавно вышла четвертая часть этой легендарной RPG. Основной упор в новой части сделан на проработку игрового мира. Самые большие метаморфозы произошли с искусственным интеллектом. Теперь все персонажи действуют не по заведенному сценарию, а живут вполне себе полноценной жизнью. Ощутив голод, они отправляются на поиски еды. Захотяв общаться, лезут поболтать, а утомившись идут отдыхать. Помимо сиюминутных потребностей, у них есть и глобальные цели. Что-то вроде жизненных приоритетов. Вся эта система называется Radiant AI. В техническом плане Oblivion может и не впереди планеты всей, но уже точно впереди всех остальных RPG. Мягкое освещение, густая растительность, почти в самом делешняя паутина под потолком катакомб. Из недостатков графики в глаза бросается лишь надоедливый спецэффект под названием BAM. Из-за которого модели людей и монстров выглядят так, как будто они сделаны из пластмассы. Физический движок Havoc 2.0 в Oblivion используется не только для правдоподобного моделирования кувырканий трупов, но и для гораздо более сложных операций. Это, кажется, первый его дебют в ролевых играх. И какая же должна быть машина для того, чтобы вся эта красота не тормозила? Самое современное. Если не хотите наблюдать слайд-шоу на экранах, то позаботьтесь о том, чтобы сердцем вашего компьютера был 3-гигагерцовый процессор Intel или AMD. Oblivion дает хороший повод добить количество оперативки до 1 гигабайта, а также проапгрейдить видеосистему до какого-нибудь GeForce 6-й серии или Radeon X700. Сюжет Oblivion следует за событиями Morrowind, но тесной связи между ними нет. Это две разные истории. Император Темриэля, узнав о готовящемся покушении на свою жизнь, пытается сбежать из дворца. Но в самый последний момент убийцы все-таки настигают его. Перед смертью его величество поручает нам задание исключительной важности – найти человека, способного остановить вторжение демонов из Oblivion, местного аналога ада. Такое доверие первому встречному уголовнику император выказал вовсе не случайно. По его собственному признанию, главного героя он видел в своих снах. Местом действия выбрана провинция Цейродиэл – столица империи Темриэль. Бросаться сломя голову на поиски спасителя не обязательно. Как и раньше, оттягивать выполнение основного задания можно хоть до бесконечности. Тем временем можно заняться исследованием игрового мира и второстепенными квестами. Размеры вселенной стали немного меньше, чем в Morrowind. Зато уровень детализации вырос в разы. Получив немало зуботычин за примитивную боевую систему в Morrowind, разработчики слегка ее подправили. Если на первых порах полагаться придется лишь на тупой клик-энд-клик, то позже станут доступны и спецприемы. Ролевая система осталась почти без изменений. Чем чаще используешь тот или иной навык, тем быстрее он растет. Давайте теперь поподробнее разберемся в деталях. Многие из наших зрителей столкнулись с проблемой, когда переполненный инвентарем мешок не дает сдвинуться с места. Приходится выбрасывать ненужные вещи предмет за предметом, перетаскивая мышки за край таблицы. Даю подсказку. Зажмите клавишу shift и кликните на ненужный девайс. Проблема решена. Поехали дальше. На наш почтовый адрес пришло письмо из Питера от человека под ником Dracan. Он прошел через подземелье, выпал снаружи и не знает, что делать дальше. Даю подсказку. Если нажать клавишу tap, появится меню. С первого раза понять, что к чему, без сноровки очень тяжело. Куча закладок и подменю сбивает с толку. Мы ищем дневник. Щелкаем мышкой в нижней части экрана, там, где изображен компас. Далее кликаем на руке с кубком и читаем. Нам нужно попасть в город Чорл и найти там человека по имени Джафри. Удобная карта дает всю необходимую информацию. В город можно попасть как пешком, так и быстрым способом, просто кликнув на карте нужный город. Знаете, что будет, если х в кубе разделить на английское слово reunion? Нет? Вот и я тоже долго бился над этой формулой. И недавно меня осенило. Подставив нужные значения, я получил масштабный космический симулятор. Многие из вас, наверное, даже и не догадываются о последствиях этого открытия. А я уже представляю себя главой мощной экономической империи, предводителем собственного межзвездного флота. Или даже безжалостным космическим пиратом. В первые месяцы после анонса космический симулятор носил название X2 The Return и является аддоном к игре 2002 года X2 The Threat. Но неведомые силы заставили разработчиков из компании EgoSoft полностью перебрать движок. Снабдить панель приборов пригоршней новых фич, расширить внутреннее пространство, а самое главное – сменить название на X3 Reunion. В итоге издательство Deep Silver выпустило новую игру. Кстати, о космических симуляторах. Компания EgoSoft впервые заявила о себе еще в 1999 году, когда вышла X Beyond the Frontier, созданная в лучших традициях легендарной серии Elite. С тех пор X возвели в третью степень, а космические симуляторы обзавелись графикой действительно неземной красоты. Но за все, как известно, приходится платить. В данном случае системными требованиями. По самым скромным подсчетам вам понадобится 4-й Pentium с частотой 1,7 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 4 ГБ свободного места на жестком диске, а также видеоадаптер, совместимый с DirectX 9, например, GeForce 5700. Мы выступаем в роли эдакого космического искателя удачи, перед которым открыто 100 путей и 100 дорог. Можно пройти незамысловатый сюжет, можно основать торговую империю или заняться пиратством. Подобный подход типичен для любого уважающего себя космического симулятора. Однако у X3 Reunion есть две отличительные черты. Во-первых, в игре очень сильно развита торговля. Ну, а во-вторых, X3 Reunion дает нам по-настоящему уникальную возможность построить свою собственную космическую империю. Мы начинаем игру с неплохой суммой в кармане и двумя кораблями, крепким истребителем и медлительным транспортером. Дальнейший рост практически ничем не ограничен. В вашем плоте появляются все новые и новые корабли, как купленные, так и отвоеванные у противника. Сценаристы чересчур увлеклись нетипичными для космических симуляторов аркадными вставками. То организуют гонки по чекпоинтам, то посадят нас за какой-нибудь турель. В общем, больше четырех звезд за геймплей дать не могу. Что же касается графики и звукового оформления, то тут игра набирает максимальное количество пятиконечных фигур. Ну что же, подведем итог. X3 Reunion имеет два бесспорных плюса. Уникальная бизнес-система и, конечно же, потрясающая атмосфера. Что же касается корявого и непонятного интерфейса, то знаете, в далеком 61-м году Юрию Гагарину, наверное, тоже было нелегко в его Востоке. Так что берите пример. Покорение космоса – дело непростое. Тем более на некоторые самые распространенные вопросы я постараюсь ответить. Например, особый интерес публики вызывает невозможность захвата некоторых вражеских кораблей. Сейчас все объясню. Ранее в играх серии X политика захвата сводилась к долгому выдерживанию цели на критическом уровне щитов – около 15-20 секунд. Сейчас же, если вам удастся сбить щиты и начать калечить корпус, противник покидает свое корыто в предельно сжатые сроки. Однако способ этот работает далеко не всегда. Возможность захвата напрямую зависит от скрытых параметров личности компьютерного противника. Играя в обычном режиме, эти параметры посмотреть невозможно. Однако, если активизировать редактор скриптов, в свойствах любого корабля появляются нужные параметры. Один из них – агрессивность, корабль, у которого этот параметр доминирующий, захватить невозможно. Такого противника лучше просто убить. Следующий вопрос. Как лучше защитить огромный и неповоротливый транспорт с ценным грузом? Значит так. Поставьте вместо задней турели пушку Ион Дисраптор. Из предлагаемых ракет советую выбрать Силк Вурм или Шелкопряд. Одно-два попадания, и от истребителя класса М5 останутся только лишь агарки. Смотрите во второй части программы. С первых же минут Fable The Lost Chapters заставляет игроков чувствовать себя туристами. Немало шума наделала серия GTA. Дико, антисоциально, чудовищно. Смотрите во второй части программы. С первых же минут Fable The Lost Chapters заставляет игроков чувствовать себя туристами. Немало шума наделала серия GTA. Дико, антисоциально, чудовищно. Представьте себе мир, где каждый ваш поступок не останется без последствий. И обязательно повлияет на дальнейшую судьбу. Мир, где вы будете неуловимо меняться, постепенно превращаясь в доблестного воина, сражающегося со злом. Или же в дряхлого похотливого мага. Только в сказочном мире Fable вы узнаете свою истинную природу. Вам просто придется быть собой. Итак, РПГ от третьего лица – Fable The Lost Chapters. Пять лет назад перед руководством Microsoft встал непростой вопрос. Кому поручить разработку эксклюзивной РПГ, способной на равных тягаться серии Final Fantasy? Перебрав несколько кандидатур, они остановились на Питере Муллине и его студии Lionhead, авторе блистательных Team Park, Dungeon Keeper и Black & White. Тот сразу же ответил согласием. Он вынашивал идею в создании ролевой игры почти 20 лет, и за это время у него накопилась масса своих идей. Выход Fable на персоналках подразумевался, но об этом ни разу не говорили открыто. Во-первых, это был Xbox Exclusive. Во-вторых, она изначально затачивалась под консоль и консольную аудиторию. Но после релиза игры на X ящики, о возможности переноса ее на PC заговорили с большей уверенностью. Через полгода томительного ожидания, 20 сентября 2005 года, вышла Fable The Lost Chapters для персонала. В России издателем игры стал 1С, но локализации мы до сих пор так и не дождались. Хотя издатели обещают закончить уже в этом году. Ну а насладиться игрой в полной степени вам поможет четвертый Pentium с частотой 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 3D-ускоритель со 128 МБ памяти и около 3 ГБ свободного места на жестком диске. Челюсть в этой игре, надо сказать, отвисает регулярно. С первых же минут Fable The Lost Chapters заставляет игроков чувствовать себя туристами, которые первый раз в жизни выбрались из своей дремучей глубинки куда-нибудь в Париж. Тыканье пальцами в постройки, которые выполнены в стиле барокко, и многочасовые медитации над прилавками гипермаркетов. Одним словом, за графику можно смело отдать все 5 звезд. Слово «жизнь» в случае с Fable используется отнюдь не в переносном смысле. Мы начинаем игру маленьким и очень забавным мальчиком. В мечтах он уже видит себя настоящим героем, но это все в далеком будущем. Пока же наш персонаж живет в уютной деревушке, общается с ее жителями и копит деньги на подарок сестре. Идиллия заканчивается с нападением бандитов. Отец убит, сестра пропала, а вокруг только трупы друзей и соседей. Спасение, однако, наступает совсем неожиданно. Импозантный маг забирает мальчика в гильдию героев. Так начинают воплощаться его давние мечты. Но, к сожалению, всему хорошему приходит конец. Справедливо это и в случае с Fable. В какой-то момент мы осознаем, что серьезные находки у разработчиков кончились, и перед нами уже не игра-загадка, а обычная РПГ с линейным сюжетом. Но не пугайтесь, этот момент в Fable наступает гораздо позже, чем у большинства подобных ей игр. Мы колотим врага мечом с помощью всего пары ударов. Можем быстро переключиться на лук или атаковать заклинанием. А как красиво бои выглядят со стороны. Управление игрой по-настоящему интуитивное и простое. Впрочем, справедливости ради отметим, что в Xbox-версии дела обстоят еще лучше. Как ни странно, но с помощью геймпада можно сделать намного больше действий. Но разница все-таки не так заметна, как в большинстве других игр, перенесенных с консолей. В общем, за геймплей, управление и интерфейс – все пять звезд. Да-да, каноны жанра треснули под могучими ударами нового РПГ Титана. Значимость Fable нельзя не замечать, ведь это, пожалуй, одна из самых ярких и ролевых игр. И сделать в ближайшие годы что-то успешное и одновременно не похожее на The Lost Chapter, думаю, будет очень сложно. Давайте посмотрим, какие затруднения вызывает у наших зрителей эта РПГшка. Вчера прочитал письмо от Петра Пружинкина, который никак не может понять, как же в игре прыгать. Ответ прост – прыжки и плавание в игру не включены. Еще один забавный вопрос, который поступил к нам по поводу Fable – это «Как заниматься любовью с женой?» Отвечаем. Нужно пообщаться с ней немного посредством Expressions или подарить несколько подарков. В итоге аура станет зеленой. Теперь говорите с ней и отвечайте «Да» на появившийся вопрос. Заниматься любовью можно и днем, и ночью, но только в пределах вашего дома и только с женой. Исключением является бордель. Следующий вопрос – нужно ли много есть и что дает в игре еда? Отвечаем. Употребляя различные продукты, вы прокачиваете определенные умения. Мясо дает герою силу, морковь способствует воровству и торговле, а рыба полезна тем, кто хочет стать магом. И на десерт еще раз посмотрим на самую безбашенную игру прошлого года – GTA San Andreas. Только ленивый не играл в этот скандальный экшен. Полная вседозволенность. Что может быть привлекательнее для нашего брата? Немало шума наделала серия GTA. Дико, антисоциально, чудовищно. Что только не говорили про эту игру, различные правозащитные организации, материнские комитеты и даже церковь. Но дело GTA продолжает жить и процветать. Последнее творение команды Rockstar дает нам возможность стать настоящим чернокожим парнем из американского гетто, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Собственно, по сравнению с предыдущими частями, никаких глобальных изменений нет. Разработчики не особо парятся по поводу различных куританских запретов и прочих предрассудков. Делайте, что хотите. В прямом смысле этого слова. Но помните, это игра. В настоящей жизни все происходит совсем по другим законам. Конечно, в игре не все так гладко, как хотелось бы. И одним из слабых мест является графика. Она... она... А знаете, ну и к черту эту графику. Да, кошмарная, да, устаревшая. Глаз ни капельки не радует. И, разумеется, не выдерживает никакого сравнения с последними писишными хитами. Но у Rockstar есть в запасе один козырь. Они всегда умели делать потрясающую атмосферу, которая способна затмить даже самую непотребную графику. Так случилось и в этот раз. Зато системные требования не давят на психику. Процессор Pentium или AMD с частотой в полтора гигагерца, 512 метров оперативной памяти и видеокарточка двух-трехлетней давности. При желании по серпантину сюжета San Andreas можно промчаться ракетой часов за 12 или даже быстрее. Если вы, конечно, опытный и умелый игрок. Но удовольствия от такого полета будет мало. Ведь в этом случае вы не увидите ровным счетом ничего. Если попробовать выполнять все дополнительные задания, тратить долгие часы на игру в рулетку и избиение прохожих, то есть реальный шанс выпасть из жизни уже на двое суток. История Карла Джонсона или просто СиДжея, главного героя San Andreas, подается, как и принято в играх от Rockstar, с эпическим размахом. Пять лет назад СиДжей сбежал из своего родного Лос-Сантоса в Либерти-Сити. Теперь из-за смерти матери ему приходится вернуться обратно. Приземлившись в аэропорту, наш герой сразу попадает в водоворот не очень приятных событий. Продажные копы обвиняют его в убийстве своего коллеги и пытаются привлечь к сотрудничеству. В семье разлад и скандалы. Бывшая сиДжеевская банда потеряла всякое уважение на улицах. И даже родной брат не особо рад встрече. Думаю, всем понятно, что от нас требуется. Правильно, поднимать свой увядающий авторитет. Для этого у нас есть бесчисленное количество инструментов и аргументов. А ведь это всего лишь малая часть всевозможных развлечений. Хотите поменять внешний вид главного героя? Прическа, цвет волос, одежда, часы, украшения. Прямо как в, вы уж простите за сравнение, The Sims 2. Кроме того, в San Andreas меняется и комплекция персонажа. Причем делается это не взмахом мышки, а с помощью длительных тренировок. Или их отсутствие. Еще один приятный бонус – это подросшие масштабы. Игровой мир стал не просто больше. Он вырос в разы. Похорошел, обзавелся, не поддающимся подсчету количеством мелких деталей. Вместо одного города у нас теперь целый штат аж с тремя мегаполисами. Вопросы про San Andreas касаются в основном секретов, разбросанных по игре. Или пасхальных яиц. Порывшись в интернете, я понял, что для рассказа о всех секретах не хватит и целой программы. Поэтому я отобрал несколько, на мой взгляд, самых интересных. Итак, первое яичко вы найдете в доме главного героя. На его кровати лежит журнал со статьей про третий город Лас-Вентурас, иллюстрированный скриншотами из игры. Еще одна находка будет вас ожидать прямо перед въездом на мост под названием Гант. Это щит, на котором ценна информация о том, что модель моста состоит из 16 тысяч полигонов, облеплена 11 текстурами, прорисовывается на 600 метров вперед и занимает на диске чуть больше мегабайта. Еще разработчики любят оставлять различные ссылки на свои предыдущие игры. Так, например, в третьем городе залезьте на крышу спортзала, а оттуда настоящий рядом дом. Посмотрите на другую сторону улицы, и вы увидите людей, падающих с крыши. Это прямая отсылка к игре Лемминги от ДМА Дизайн. Сейчас эта компания называется Rockstar Note. На сегодня это все. Пишите мне ваши вопросы и пожелания на адрес facsobacamusdefistv.ru И я обязательно отвечу. До скорого! Играйте и выигрывайте! С вами был Борик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова